Ну а музыки все возрасты покорны. В Красноярске набирает популярность музыкальные школы для взрослых. Сколько стоит занятие по классической игре или в рок-классе и где в Красноярске для новичков в музыке нет возрастных ограничений, выясняла Юлия Афанасьева. Ну как? Не сильно страшно? Хорошо. И моя мама. Всегда считала, что у меня руки гибкие. Я сейчас понимаю, что у меня просто костяные. Это со стороны всегда кажется, что все просто, но преподаватели музыкальной школы для взрослых успокаивают. Учиться никогда не поздно. Даже если вы начинаете с нуля сыграть что-либо, можно уже с четвертого-пятого занятия. У Анны уже восьмое занятие и она играет мелодию из произведения Баха, хотя не имеет музыкального образования. Конечно, той же игре на клавишных легче обучить ребенка, когда пальцы еще гибкие. Но АЗ освоить может каждый, хоть ему будет 90. Но пальцы, конечно, очень долго привыкают, потому что чувствуешь себя вообще каким-то инопланетянином. Потому что ты привык держать в руках ложку, ручку, мышку от компьютера, но не клавиатуру. Ты пытаешься как-то дотянуться пальцем, который у Лены Викторовны дотягивается легко, а тебе кажется, что это невозможно вообще физически. Такие школы открыты в Новосибирске и Москве, но прародителем стала Петербургская. По России их уже порядка 20. Хотя руководство неохотно распространяется о доходах, но можно предположить, что бизнес этот весьма рентабельный. Стоимость абонементов от 4 до 11 с лишним тысяч. Поскольку мы открыли вторую школу, значит, соответственно, поток увеличился. На сегодняшний день, в июне, у нас уже более 300 человек обучается. Есть спрос, есть и разные предложения. Если натура горячая и душа требует перемен, есть школы, где играет музыку потяжелее. При желании даже можно группу свою создать. Расценки на занятия от 2000 за 4 посещения. Отчетные концерты, публика, овации. Когда обе стороны, школа и ученик, заинтересованы в процессе, деньги будто бы и вовсе уходят на второй план. Юлия Афанасьева, Евгений Майчев, Новости ТВК.